Всем привет! Мы на рынке драгоценных камней. Это город Аруша в горах. Здесь в основном масаи продают и покупают. И в основном это камни плохого качества. В принципе, как и везде на всех рынках. Сейчас немножко пройдемся, просто чтобы вы поняли как это выглядит. Везде масаи и по уровню, по качеству камней видно, что это прям сильно не очень вообще. То есть, как и везде, хорошие камни уходят к кому-то важному, с кем давно работают и так далее и тому подобное. В принципе, схема вся та же самая. Все, что я посмотрел вчера и сегодня, все было плохого качества. Вчера мне тут даже пытались на меня напасть, крутили мне руки, что типа ты не имеешь права снимать. Масаи, человек 10 на меня напали, стали у меня отнимать телефон. Но я им сказал, что Танзания свободная страна, есть конституция, я могу все снимать. Никаких проблем с этим нет. Ну они вроде как отстали, теперь реагируют спокойно. Белых людей ни в городе, ни на рынке я не видел вообще ни разу. Совсем. Вот сегодня появилась тетенька, вон она впереди идет. Одна. Вот, это единственный белый человек, который видел. Даже в самолете я летел один белый. Ну естественно, они пытаются называть какие-то странные цены. Это все не прокатывает. Я знаю, какие должны быть цены. Пару раз мне показывали ограненые камни, огранка была просто на уровне. Мои глаза сейчас выпадут. Сейчас погуляем, посмотрим, поснимаю, что тут есть примерно, просто для общего развития. И поедем дальше искать кого-то серьезного, у кого дома скапливаются хорошие камни, настоящие. Так, небольшой обзор, что у нас тут есть. Вот, все исключительно плохого качества. Значит, смотрите, ну можно небольшой ликбез провести, да. Это у нас аметисты обычные, но как я их называю, скучные. Они из Танзании. А вот, и вот у нас есть те самые аметисты из Руанды, которые намного дороже стоят. Видите, да, что они совсем другого цвета? Да. И у них есть вот эффект неона. Вот его сейчас очень хорошо видно. Ну то есть совершенно разный уровень и разный цвет получается у них. Ну и соответственно и цена отличается там примерно в 10 раз. Вот давайте сейчас еще раз сравним. Вот видите, да. Это вот Танзанийский обычный, это Руандийский красивый, веселый. Вот, собственно, я несколько раз продавал именно Руандийский. Их мало очень добывают. До Руанды, до добычи мы, конечно же, еще доедем. Но вот их здесь перепродают. Масай. Потому что Масай, в принципе, везде есть. Вот, они друг другу передают по цепочке, и они доходят сюда, до рынка. Так, сейчас мы этот откинем. Так, что есть тут еще? Это очень плохого качества и уже затертые до дыр гранаты. Куча включений. Вот, черный аметист. Черный аметист, в общем, мне нравится. Я хочу найти хорошего качества. Это качество ужасное. Да, он, в принципе, огранке не подлежит. Я хочу найти хорошего качества в ограните, посмотреть, как это будет выглядеть. Значит, здесь, как обычно, да, сначала смотришь, офигеть. А потом начинаешь рассматривать, понимаешь, что камни все убитые полностью. То есть хорошего здесь ни одного нет. Везде включение, огранка вся кривая полностью. Так, и тут совершенно спокойно, не стесняясь, продают стекло. Например, здесь примерно половина стекляшек содержится. То есть, пока я ничего интересного здесь не увидел. Вот еще черный аметист. Но опять же, видите, он в пупырышку весь. Он внутри такой же будет точно. То есть, его нужно искать хорошего качества. Это у не ювелирное качество. Это просто сувенир, скажем так. Идем дальше. Вот, например, турмалины, видите, очень мелкого. Цвет неплохой, но размер прям крайне мелкий. Из них ничего не получится. Вот, в основном, здесь продают что-то такое негодное. Ну, то есть, я рассказывал, да, посмотрите видео с других рынков, что на рынок сливают то, что уже никому продать не могут. Это все уходит на рынке и на выставке потом с рынков. Вот еще пример. Шпинель, которую невозможно огранить. Она вся в трещинах и развалится. Но не знаете, человек может купить ее, правильно? Причем цвет, возможно, был бы интересным, если бы она была чистая. Он такой молочный фиолетово-розовый полихромный. Но она огранке не подлежит. Сами понимаете, почему. Так, еще шпинель и опять яркий пример. Она не подлежит огранке вообще. Вот, она непрозрачная, много включений и есть трещины сквозные у нее. Я посмотрел все на просвет. Ну, то есть, вот такое здесь в основном продают. А это вот, смотрите, ребята, это кристалл. Это негретый танзанит в породе. То есть, танзаниты добывают вот такого цвета. Когда их нагреют, они потом становятся синие. Вот, вот очень интересный экземпляр. Я таких кристалликов не видел еще. Так, а вот очень редкая штука. Тоже не подлежит огранке. Это негретый танзанит. Видите, он как переливается. Да, вот этот эффект подделать невозможно. То есть, это точно не подделка. Но, к сожалению, это только для коллекционеров. То есть, можно положить дома, он будет лежать и все. Да, то есть, с ними ничего не сделаешь. Видите, что он при попытке огранить его, он просто развалится. Ну, очень красиво, залипательно прям. Смотрите, как там. Вон, видите, сейчас так переливается. Прикольно. Тут все орут, мне тяжело рассказывать, но я стараюсь. Вокруг меня собралась огромная толпа, рядов 5 где-то стоят. То, что стоит долларов 5, мусор всякий, они предлагают мне за 100-150. Ну, типа Амзунгу. Амзунгу все тупые, богатые, купят обязательно. Но мы не такие с вами. Очень крутой кристаллик. Так, это у нас опять сварит. И он опять не подлежит огранке. Сами видите, почему. Он развалится полностью, совсем весь раскрошится. То есть, не ювелирного качества опять. Но хотя бы не подделкой тоже хорошо, да. Хотя бы мне подделки не тычут здесь в лицо. Но хотя их много здесь очень. Причем, они как-то интересно. Они прямо в одном пакете приносят стекляшки и натуральные камни. Сейчас я вижу, покажу вам. Так, и вот эти вот штуки, это рубиновая порода, да, корунд, которая не подлежит огранке ни в коем случае никак. Ее только стеклом заливать. Но я видел в русском интернете, и не только в русском интернете. Из них их полируют, подливают туда стекла, красочки добавляют. И, значит, делают с ними украшения. И, в принципе, их продают как рубин. Но вы сами видите, да, что это ни в коем случае никакой не рубин. Это корундовая порода. Корунд просто. Никакого отношения к рубину, по сути, он не имеет. Он с рубином даже ядом не лежал. Вот еще зеленый гранат в породе. Блин, как настроить свет. Вот, поймал свет. Ну, вот видите, тоже красивый самородок такой прикольный, да. Здесь много минералов всяких. Но огранке не подлежит, с ним уже ничего не сделать. Это только на стол положить для красоты или в шкаф. Опять же, для коллекционеров. Вот здесь этот самый гранат, но с него ничего не получить. К сожалению. Так, а то тут у нас отличный пример. Вот смотрите, вот эта штука, и вот эта штука, и вот эта штука натуральная, но очень плохого качества. А вот это, и вот это, это стекляшки цветные просто. Ну, белые цветные стекляшки. Вот они как-то прикольно тут все вместе скидывают. Спросил, что это, вот про зеленое. Говорят, это зеленый гранат. Ну, естественно, зеленый гранат вот такого размера цвета будет стоить десятки тысяч долларов. Его не будут держать вместе с непонятно чем. Расспросил поподробнее, говорю, ну, а если серьезно, они говорят, ну, серьезно стекляшка. Зачем они тут хранят, кому продают, пока непонятно. Так, вот еще негретый танзанит. Ну, смотрите, то есть он тоже не подлежит огранки, понимаете, он весь во включении полностью. Но, посмотрите, что там внутри. Огонь вообще просто, да. Я бы, вот если можно было бы, я огранил бы, не носил бы его в таком виде. Но, к сожалению, при попытке огранки он развалится, куски. Ну, очень круто, мне очень нравится. Вот, это тоже негретые танзаниты. Вот они так выглядят. Да. Очень маленького размера. Вот смотрите, это мой палец, да, то есть, видите. Ну, вот интересно, насколько много цветов разных. Мне заказал покупатель, вот в этой поездке я ищу много всего, в том числе, розовый негретый танзанит. Я найду, обязательно вам покажу. Но эти слишком мелкие для нас, не годятся. Мне нужно карат 10, вон тогда границы каратов 3-4. Так, вот у нас оранжевые гранаты, но, к сожалению, очень-очень мелкого размера. Вот мы палец, да, видите. И когда они огранятся, они будут где-то по полкаратика. Ну, то есть, совсем не наш размер. Я не люблю делать колечки с маленькими камешками, которые не видны там, да. Плюс, когда мы граним гранат, он чем меньше, тем он больше теряет цвета. То есть, они вот сейчас яркие-рыжие, когда они огранятся, они будут бледненькие совсем. Так, сапфиры. Они, понятно, что сейчас просто серо-черные, но после нагрева они будут синие. Ну, во-первых, просто синие. Они сразу сказали, что у нас цвет Royal Blue не выходит. Телефон тянет цвет. Видите, рука розовая становится. Хотя, на самом деле, она не розовая. Это из-за зеленого фона. Но неважно. И после огранки они станут совсем маленькими. Совсем вообще. Поэтому тоже они нам не годятся никак. Так, в общем, я в очередной раз убедился, что на рынке ничего хорошего не продают. Всякую фигню здесь сливают. Вот прям совсем фигню вообще. Вот. То, что не подлежит ни огранке, ни обработке. Ничего уже с этим не сделать. Вот. Следующий шаг. Мы спрашиваем здесь у торговцев, знают ли они людей, которые скупают, которым уходят камни хорошего качества. Естественно, они все всегда говорят, что не знают. И поехали со мной. Вот. Но, опять же, расчет на то, что Мзунгу тупой. Сейчас мы им покажем тот же самый мусор. Отвезем куда-нибудь. Скажем, что это очень хорошего качества камни. Он поверит и все купит. Вот. Поэтому... Но это очень длительный процесс. То есть мы можем заехать в 5, 10, 20 домов к якобы крутым скупщикам богатым. И нам ничего хорошего не покажут. Но другого пути я пока не знаю. Потому что вот только таким образом можно найти человека, у которого сходятся хорошие камни. Как бы начинаем ездить. Это может занять где-то неделю. Ну, обычно где-то около недели это занимает. Сейчас идем за дяденькой вот в красивом пиджаке. Полосатеньком. Едем к нему домой. Дяденька живет прямо возле рынка. Сходили мы к нему домой. Там полумрак. Вот. В плане освещения я не смог ничего снять. Но снимать нечего. В плане камней там был не полумрак, а полный мрак вообще. Совсем. Ну, как я и говорил. Ну, где-то неделю, две недели нужно поискать. И выйти на кого-то, у кого скапливаются хорошие камни. Вот. Пока про рынок мне больше сказать нечего. Завтра мы едем на добычу рубинов. И там рядом есть добыча гранатов. Вот. После завтра мы едем на добычу, скорее всего, лунного камня. Или зеленого граната. Или золота. Тут полно всего. Я даже не знаю, что выбрать. Вот. Вон Масаи тусят. Видите? Мы их сейчас так снимем. Очень колоритно выглядят всегда Масаи. Мне очень нравится. У них у всех под вот этими накидками мячи и дубинки. Странно, что меня вчера не залупили дубинками здесь, когда руки мне выкручивали. В общем, много всего добывают. Я даже немножко теряюсь, куда ехать. Но начнем мы завтра с рубиногранатовой добычи и куда-то переместимся. Всем пока. Не болейте. Всем хорошего здоровья. Берегите семью.